здравствуйте друзья вечерний вопрос приветствую михаил ситуация такая мне 17 лет маме 48 папе 63 так у нас в сша флорида живут моя тетя и двоюродный брат к кому мы и ездили уже три раза по турвизе последний раз был год назад то есть все трое с визами хорошо сейчас заполнили анкету dv lottery по моей инициативе так как хочу туда насовсем уехать хорошо в случае победы кому нужно будет ехать на собеседование и как сделать чтоб по крайней мере я получил грин карту к 22 годам кстати в апреле 17 года мне исполнится 18 лет и в том же году буду поступать в вуз дополнительная информация мы из россии города красноярска я говорю по-английски хорошо хожу в английскую школу молодец родители практически совсем не говорят я хочу поступить в красноярске на направлении лингвистика изучение английского и немецкого будущая профессия переводчик и мне хотелось бы после конца обучения мне будет 22 года уехать в сша и работать по специальности переводчиком что ли мама рассматривает переезд сша для получения грин карты но крайне неуверенно да друзья я зачитывая это письмо прямо видел вас дорогие наши зрители матерые познавшие искать многое в этой области съевшие и путь соли и 2 и 3 4 5 иммигрантской соли такой крупный как вы уже отвечали на вопросы молодого человека по мере того как я зачитывал письмо ну давайте я тоже попробую тут есть как бы некоторая романтическая составляющая а есть вполне прикладная поэтому мы так вот и о том и о другом поговорим же романтиков много тоже значит он не сказал знаете чего сколько заявок семья заполняла на green card лотерею потому что если они заполняли все три заявки то с учетом того что его 17 лет у него было бы в три раза больше шансов оказаться в соединенных штатах именно у него потому что он может выиграть сам свои 17 может ему к тому времени уже там будет 18 или около того он может поехать по заявке выигравшей мамы или по заявке выигрышный папы то есть они могут вот как бы так у него три шанса и было бы родители по его заявке поехать не смогут но могли бы поехать по заявке одного из родителей то есть у родители было бы два шанса у него было бы три шанса но может быть они вообще одну заполнили я не знаю он ни слова об этом не говорит и ни исключено да что по его инициативе они заполнили всего одну заявку заполнили отдельную то есть всякий раз когда что-то делает конечно хорошо понимать что ты делаешь и тогда твои шансы будут сильно расти если заполнили а только одну заявку там допустим папа заполнил то его шансы втрое уменьшились если так смотреть теперь насчет родителей которые много я сейчас еще раз в текст посмотрю тут темно правда но так значит папе 63 маме 48 папе 63 он фактически уже если не пенсионного ну по американским понятиям преды пенсионного возраста и если ситуация такая что выиграла заявки заявка мамы или папы то что они могут сделать они могут въехать все втроем если родителям там не хочется оставаться то родители могут уехать а он уже въехав с ними может остаться один у него будет грин карта у него все будет система так построена что если выиграли родители кто-то из родителей то мальчик не может въехать сам он должен въехать с и с тем кто выиграл вот это единственное ограничение они могут приехать на неделю уехать и собственно и все и дальше думать она им надо или она им не надо потому что если мы исходим из того что допустим они выиграют кто-то из них там выиграл значит выигрыш будет в мае реально они в страну попадут ну хорошо если через год а то может и полтора всяко бывает то есть папа уже будет не 63 а папа уже будет 65 а может и уже там 66 и вот такого плана поэтому папа уже как бы совсем в пенсионном таком состоянии может быть это для него и неплохо знаете потому что он будет ну как бы или джебл да то есть он сможет получить свой там социальный такой боёк который в общем то не такой плохой но папа женат на маме который 48 лет и мама будучи его женой официально значит мамой и будет будет лишать его пайка то есть они скажут вот у вас семья есть там работающий человек там или что-то значит тогда если мама будет работать но хоть как-то хоть что-то да то она будет подрезать папин вот этот вот социальный пакет ссай называется да social security саплиментом security инком как-то так вот там называют social security не знаю ссай знаю как расшифровать не помню и вот всякие тонкости я не даю советов такого плана но я я знаю людей которые специально в такой ситуации где один старше другого существенно они просто так технически разводились и один получал свое пособие а другой как-то работал и его работа не влияла на пособие ну грубо говоря доход до второго человека это довольно распространенная штука могу вам сказать я не знаю что кто-то на этом пострадал хотя наверное это не абсолютно кошерно но это очень принято вот что еще дальше значит если они не говорят по-английски но опять папе без разницы мама все-таки 48 лет я еще но почти 20 лет до пенсии и даже если это как сказать она приедет не сразу не в один день да там пройдет пару лет но хорошо ночи будет 50 но такие 17 лет до пенсии это приличный срок за это время можно и пенсию заработать какую-то и английский получить но но дальше все зависит от уровня энергии мамы хотя над сказать что и папа тоже свои там 65 когда он приедет дай бог чтобы он выиграл и все такое тоже есть люди очень очень бодрые которые подрабатывать умудряются и там как-то очень как сказать может как полноценной жизнью живут вот я от не таких людей видел и знаю но но мама она в рабочем возрасте и в общем где еще прилично прилично лет остается находиться в рабочем возрасте значит если у нее много энергии сил жизненных и так далее она может работать и зарабатывать если у нее этого нет часто бывает что человека ну как бы и в молодые годы не все горят там дымятся вот значит она может как-то потихонечку там что-то нехитрое делать не перегружаться не не думать о больших деньгах а просто чтобы так здоровье сохранить там на на хлеб с маслом заработать а икра может и не обязательно как-то так то есть они вполне могли бы они вполне могли бы жить если им этого хочется вот это ключевой момент если им этого хочется если им не очень хочется они совершенно спокойно привозят молодого человека он там селится через пять лет у него будет гражданство когда у него будет гражданство он может родителей своих к себе привести когда они приедут там по турвизии он их тут же сделает им аджасментов статус и они будут с грин карты там со всеми делами уже там на месте так тоже можно то есть они могут немножко но какое-то время подождать он уже к этому времени станет на ноги может быть сможет им как-то помогать если если до этого дойдет и так далее то есть там еще много вариантов самое существенное в этом во все чтобы чтобы кто-то выиграл понимаете мы пока все это говорим в предположение что выигрыш есть хотя шансов не не так много теперь ситуация когда выиграл молодой человек они родители значит он один спокойно себе въезжает возраст тут никак не влияет существенно чтобы он моменту когда он там формочку заполняет и отправляет в органы значит чтобы ему было чтобы него было среднее образование или там если он в техникум или в пт учился после восьмого класса и там какого не знаю нынешней системы чтобы него было какое-то там профессионально но во всяком случае никаких явных таких противопоказаний мы не видим он спокойно получит свою эту грин карту и приедет в соединенные штаты чтобы я сказал молодому человеку по части профессии там и всех этих дел если он учит английский язык и более-менее как бы чувствует себя уверенно тем более молоденький он чего не знает на месте быстро подхватить я бы ему советовал не быть переводчиком там с английского немецкого на русский обратно вот это не та профессия с которой он в соединенных штатах будет хорошо жить нормально это абсолютно не та профессия поэтому если он уже так нацелен на иммиграцию если он вот вопрос об этом задает и так далее все у него в голове вокруг этого крутится то ему надо было бы иметь специальность которая легко конвертируется в соединенных штатах и как бы вот он ее получил и он в ней продолжает работать это не обязательно допустим я не знаю там это не обязательно компьютер сайенсы программирования тестирования там и какие-то там аспекты айти бывает человек настолько гуманитарная не лежит у него душа там к этому айти ну значит какие-то другие вещи есть но есть например логистика да это тоже востребованная область я уже знаете напуганный роботизациями всякими автоматизациями я уже начинаю себя спрашивать а вот логистика это работа которую роботы это но роботы программы софтворта легко могут заменить вообще это как-то перспективная такая профессия для того чтобы ее вытеснить вообще но это это как бы другой аспект но в общем то вот есть люди которые там в логистике работают есть люди которые работают например тренерами я не знаю там как он к спорту относится но вот в принципе люди которые там тренера там по теннису например да вот они как бы я я вижу они легко здесь находят какую-то работу ну там там где есть такая работа наверное не везде есть массажисты парикмахеры ну вот много есть такой работы таких профессий где человек приехал и пошел авторемонт если он например будет хорошо заниматься хорошо разбираться в ремонте автомобилей то здесь это очень востребовано здесь и нелегалов берут на такую работу если умеет чего-то причем показать умеешь ты или не умеешь очень просто вот и тебе говорят вот машина давай вот раздел не сделал показал и все поэтому трудно вот в моих как бы представлениях об этом деле трудно совместить на профессию переводчика тем более с английского там уже на русский русский немецкий английский трудно совместить профессию переводчика вот с какой-то такой иммигрантской судьбой мы видели здесь какое-то количество людей которые были уже профессиональными лингвистами и и филологами русистами и там переводчиками я знал людей которые там скажем водили туры по что там за музеи по хорошим серьезным музеям не помню точно где там это было вот и по эрмитажу да у меня была девочка французский немецкий водила группы по эрмитажу сейчас менеджер по тестированию и тестирование у него как раз по локализации то есть с иностранными языками связано то есть она вот так совместила тестирование со знанием и любовью делать только в знании любовь к языкам филологии как лингвистики там и так далее вот есть такое тоже направление то есть мы видели людей которые так с такими профессиями приезжали кто-то из них менял профессию кто-то из них закреплялся в своей но это такой долгий сложный путь и они не зарабатывали много денег но не то что много но они зарабатывали как инженеры они не зарабатывали как люди в бизнесе так хотя безусловно есть люди которые там допустим в университетах преподают есть есть такие люди вот у нас моя дочь например когда училась беркли там у них был класс такого продвинутого русского языка для носителей русского языка и вот она брала такой курс там была женщина я я не помню как ее отчество звали муза и она была то ли из москвы то ли из питера она была литературным критиком и так она и гоняла там на всю катушку по русскому языку продвинутому но таких людей мало и их путь очень тернист это не происходит быстро понимаете это все то есть нужно быть очень очень преданным профессии чтобы вот так пробиваться поэтому подумайте вот на и над этой частью хорошенько подумайте вот так так бы я сказал счастливо